Именно в нашем регионе, чтобы у каждого директора была система. Система сопровождения, система коммуникации, система информирования. И мы как раз сегодня будем говорить и про системы, и про профессиональный подход именно в нашей с вами работе. Итак, технологии построения структуры. Что такое технология? Это именно тот процесс, это комплекс организационных мер, направленных на изготовление изделий с лиминальным качеством и оптимальными затратами. То есть, как это по-простому сказать? Это такой комплекс мер, который будет экономить ваше время. Которое будет быстрее, эффективнее ваше действие превращать в более эффективные результаты. Чтобы у вас оставалось время на нечто другое, более важное. Кстати, не фотографируйте все презентации, у вас будут. Расслабьтесь, просто со мной поговорите. И поэтому технология построения структуры на данный момент еще актуальна, как оказалось. И поэтому мы с вами начинаем. Замечательно. И вот как раз этот игровой момент. Попрошу не участвовать тех, кто знает. Итак, нужно ответить на вопрос. Корабль стоит на воде. От кого зависит, поплывет он или нет. Говорите прям, не поднимайте руки. От капитана это самый такой частый ответ. Частый ответ. И первый, это всегда, ответ от капитана. К сожалению, это неправильно. Команда. Штурка. Нет, тоже неправильно. От пассажиров. От пассажиров. От пассажиров. Нет. От штурмана. От владельцев капитана корабля. Нет. Смотрите, вопрос от кого. Ветер, погода, море не принимается. От всех тоже неправильно. От владельца корабля. От владельца неправильно. От штурмана. От штурмана. От штурмана. От химфаника. Неправильно. От штурмана. Неправильно. Еще, знаете, часто люди говорили мне от кока. Да, конечно, кока очень важно. Но все-таки это неправильные ответы. От менеджера. Нет. От двигателя. От того, кто отправляет. От того, кто отправляет. Нет. От Бога. От Бога. От Бога, да. Все мы от Бога. Все мы не можем. От того, кто отдает сигнал. Нет. От того, кто провожает. Если что. Если якорь снять. То есть тот, кто швартовый. Нет. От клиента. От клиента. Нет. От того, кто провожает. Нет. А говорите, говорите. От пассажиров нет. А куда привязан этот корабль? А как он называется? Куда привязан этот корабль? Конструктор, конечно, в первую очередь. В первую очередь поплывет корабль или нет. Зависит от того, кто его спроектировал. Кто его сконструировал. И потом уже от капитана, от людей, от всей этой команды, которая будет на нем идти по морю. Почему же? Да потому что если конструктор не знает, для какого плавания он конструирует корабль, то ни один, даже самый лучший капитан не сможет достичь на нем своей цели. И вот сейчас такой акцент сделаю вам. Вот это обучение мы обычно проводим для директоров. Они в такой точке развития находятся, когда можно спроектировать свою структуру, ее создать, все просчитать и поплыть. Директора простые, да? Но в зале сидят драгоценные. И поэтому у меня к вам сегодня просьба. Вы можете на это обучение смотреть, как на работу с личной группой. Это первый вариант. Или как на обучение для своих директоров. Будет полезно. Хорошо? Поэтому сейчас мы с вами ровно на 30 минут встаем в позицию конструктора и начинаем с вами разговаривать. Позиция конструктора позволяет сформировать новый взгляд на деятельность руководителя структуры. Какие целевые группы у нас есть в структуре? Разпечатку, когда мы смотрим. Это очень быстро, это очень все просто. Это консультанты, новые, активные продавцы, организаторы бизнес-групп, ключевые партнеры. И если мы с вами быстренько пробежимся, кто же поедет на нашем корабле? Сколько их будет? И что у нас надо для них там сделать на этом корабле? То есть мы конструируем с вами корабль. Итак, новые консультанты, как мы их видим в распечатке? Это регистрация в компании. И первый, размер первой закупки. Функция у них, у новых консультантов, самоопределение в вашей организации, самоопределение на вашей корабле. Куда он пойдет? Он пойдет в потребление или он пойдет в лидерство? Но всегда очень сложно сделать самоопределение в начале пути. Да. И все-таки сейчас функциональнее работать с потребительскими структурами, большую часть, мы приглашаем на потребление, а потом уже начинаем с ними работать, и он переходит в лидерскую позицию. Задача руководителя структуры организовать процесс как раз этого самоопределения, позицию активных консультантов. И минимум, который мы должны с вами сделать, это включить его в стартовую программу. И тогда он становится в активную позицию. Формы работы, собеседование и начальное обучение. Скажите мне, пожалуйста, мне сейчас интересно, все встречаются со своими новыми консультантами в личной группе. Нет. Понимаете? Если вы работаете оффлайн и не можете встретиться с каждым новым консультантом, тогда переходите на онлайн, создайте систему, запишите свой ролик, запишите приветственное видео и отправляйте, как только вы увидите регистрацию. С помощью онлайн просто наши с вами руки становятся длиннее. Почему онлайнщики работают в нескольких городах, в нескольких странах? Потому что у них руки длинные с помощью интернета, а территория оффлайна все равно ограничена. Поэтому постарайтесь каждому консультанту представиться и сделать им опутствие, которое попадает в вашу личную группу. Способы информирования. Девчонки, про это вчера уже говорили, коллеги, девчонки. Освоение работы с информацией на сайте, электронные письма, смс, чаты. Что умеет новый консультант после нашего с вами обучения? Грамотно использовать продукт для собственного потребления, оформлять заказы в программе «Партнер» и рассчитывать объемную скидку по маркетинг-плану, хотя бы на начальном этапе. Есть такой феномен, есть такая закономерность. Если консультант хотя бы один раз сам оформил заказ в программе «Партнер», оплатил его, коллеги, ему это очень нравится. Вот проведите эксперимент, посидите с новым консультантом или поручите это кому-то. Как только он научится это делать, его это затягивает. Он потом сам все оформляет. Критерии эффективности новых консультантов это размер первой закупки, прохождение стартовой программы. И вот сидят директора ваши на этом обучении. У него у каждого распечатка. Они должны засчитать своих новых консультантов и посмотреть их стартовую закупку. Это тренинговый момент, это задание, которое написано внизу в слайде. Итак, следующая целевая группа, которая у нас поедет на корабле на нашем, это потребители. Это очень большая такая масса людей, которым нужно два составляющих. Знаете, что надо потребителям? Как говорили цари в древности, что надо народу? Хлеба и зрелищ. Конечно. И вот если вы возьмете это направление для своей работы с потребителями, все, у вас тут же потребители начнут очень хорошо себя чувствовать на вашем корабле, и у них будет продукт, и для них будет развлечение. Замечательно. Они от вас никуда не уйдут. Итак, как мы их видим в распечатке? Закупка от 5 баллов 3-4 раза в год, да, вот такие вот у нас потребители самые неответственные. И у них нет спектуры. Они не рекрутируют, но они потребляют. Основные процессы для управления для них это мотивация и информирование. Все. То есть нужно, чтобы до них дошла информация, и нужно их замотивировать на следующую покупку. Задача руководителя структуры увеличить количество потребления. Основной процесс для перехода их в целевую группу активных консультантов организовать или продавцов. То есть мы с вами их включаем в потребление, а потом их потихонечку переводим событиями, мероприятиями, чтобы они перешли у нас в активных консультантов. Это те, которые берут каждый период, ну или стали продавать. Формы работ. Информационное сопровождение, включение их в мотивационные программы, от акций, от компании. Компания сейчас делает удивительные вообще акции, удивительное сопровождение, она эсэмэски шлет, и мотивационные письма пишет, и акции какие шикарные. Но знаете, в чем проблема? У нас потребители не знают об этом. И почему, опять же, возвращаясь в вчерашний день, почему те, кто работают в онлайн, быстро продвигаются? Потому что у них потребители, в чатах находятся, у них потребители заходят на их канал, у них потребители присутствуют в этих группах ВКонтакте, Возноклассниках, и они знают эту информацию, ни с сайта потребитель никогда не пойдет на сайт, коллеги. Вот давайте к примеру ведем. Мы с вами все, ну, может быть, не все, клиенты какого-нибудь каких-то банков. Да? Вот чтобы узнать об акции банка, вы туда на сайт ходите? Нет. Нет, конечно. Мы с вами в позиции потребителя услуг банка. Мы никогда не пойдем на сайт, друзья. Поэтому давайте поймем наших потребителей и сделаем им удобное потребление. Поэтому где потребители находятся? Гора к Магомеду или Магомед горе. Потребители где сейчас находятся все? В социальных сетях, конечно. Поэтому для них нужно создать там условия и информировать их об наших акциях, о том, какие они скидки могут получить, как они могут поменять корзину товаров, которые из магазина они могут сейчас те же товары покупать у нас в компании по каталогу и так далее. Формы работы. Все клубные формы. Все. Это дни открытых дверей, это дни клиента, мастер-классы. Вот что для них надо. Мотивация и информирование. Мы никогда не будем обучать потребителей. Не надо. Они убегут от вас, если вы будете их обучать. Обучать мы потом будем лидеров, которые уже прошли самоопределение в лидерскую позицию. Ну и способы информирования. Те же самые электронные письма, смысл сообщений и так далее. Смотрим на распечатку со своими директорами и смотрим размер средней закупки и периодичность закупки. Задача увеличить или размер средней закупки, или периодичность средней закупки. А лучше всего, как сказала Алексей Геннадьевич в прошлом году на ассамблее, и то, и то. У нас стратегия на год. То, и то. Задание. Количество потребителей в структуре. И у вас директора сидят и считают по своей распечатке. Сколько же у них потребителей. Следующая целевая аудитория – это консультанты активные, рекрутеры. Их функция – рекрутировать. Именно эти люди у вас увеличивают структуру, у вас увеличивают личную группу. Как мы их в распечатке видим? Это закупка от 50 баллов личный объем каждый период. Это вот те муравьишки, которые у нас с вами работают. Основная функция у них – рекрутирование. И основные процессы для управления – это информирование, мотивация. Видите, и здесь появляются еще два процесса. Обучение и рекрутирование. То есть с потребителем мы только информируем и мотивируем, а с активным консультантом у нас добавляется обучение и рекрутирование. Итак, задача руководителя структуры какая? Организовать процесс освоения персональных навыков, включение в ВИП-программу и проведение встречи 2 плюс 1. 2 плюс 1 все знаете. Проводим я встречу, он сидит рядом, потом на пополам и так далее. Спозобы информирования, освоение работы с информацией, наставить электронные письма, смс-чатки и так далее. Тут появляется новая форма – это собрание структуры. И вот если каждый директор проводит собрание структуры, неважно, по скайпу или в вебинарной комнате, или вы работаете оффлайн, и они к вам приходят на пункт выдачи, каждый, по итогам каждого периода, у вас все больше и больше будет расти участников ваших собраний. Если кто-то еще не… А, для дригоценных директоров, это, конечно, это вообще вся структура, это будет просто супер, если вы будете собирать всю структуру. Но мы говорим сейчас с вами про работу личной группы. Каждый участник вашей личной группы, начиная с активного консультанта до лидера, должен понимать, что происходит в той организации, где он присутствует. То есть закончился период, собрали лидеров, собрали консультантов, активно их рассказали, что случилось, какие акции сработали, планы на следующий период и поздравили тех, кто хорошо сработал. Все. Есть очень хорошее выражение одного тренера, он сказал, начните делать что-то одно регулярно, и к вам со временем выстроится очередь. Потому что люди любят постоянство, люди не любят хаоса, они привыкнут постепенно и начнут посещать ваше собрание. Что умеет активный консультант после обучения? Установление контакта с любым человеком, рекрутирование в компанию, проведение одноминутной презентации, формирование коммерческого предложения, функциональные реакции на критику и отказы. Потому что это очень важно, некоторые очень боятся идти на флешмоб. Итак, критерии эффективности. Как мы их можем измерять, наших активных консультантов, их работу? Количество новых консультантов в структуре запринет, потому что у них функция рекрутинг основная. Количество человек в структуре, размер средней закупки в группе. Вот три показателя, как мы можем измерять. И на итоговых собраниях мы можем говорить, кто лучше по этим критериям в нашей структуре. Ну и задание. Вот если вы будете проводить, то такое вот задание будем давать. Сосчитать количество активных консультантов в структуре, НК, какую систему обучения вы можете организовать для активных консультантов. Следующее. А, и мы идут, я немножечко вам, варианты одноминутных презентаций, которые активные консультанты должны просто знать наизусть. Это составляли участники школы развития человека и уральские лидеры, которые участвовали в этом обучении. Буквально пять-шесть предложений, ровно идет одна минута презентации, мы это учим наизусть, активные консультанты, и в любой момент это может рассказать. И схема собрания структуры. Я вам тоже картинчика здесь накидала, чтобы это было в памяти. Итак, сообщить новости компании, расставить акценты, подвести итоги прошлого периода по показателям, предложить выступить лидерам, которые успешно сработали в прошлом периоде, и планирование объема продаж и мероприятий на следующий период, может быть квартал. Ну, в конце поздравлений Чипити. Буквально это час занимает, но руководитель структуры должен к этому собранию готовиться. Это можно сделать, как на фунте выдачи, как у себя где-нибудь в директорском центре, если фунта выдачи нет, ну или в вебинаре, кто уже знает, что можно и нужно проводить такие итоговые собрания через онлайн. Следующая целевая аудитория, которая планирует поплыть на нашем корабле, и мы должны для нее приготовить хорошие каюты, это красные птицы, точно из красной книги. Их очень мало, но они очень ценные. Это продавцы. Как мы их можем видеть в структуре? Это закупка 200 баллов и выше личного объема за период. И эти люди не рекрутируют, они просто хорошо продают. Это очень ценные люди, их очень мало, их нужно беречь. Но в чем отличие этих людей от активных консультантов? Для них нужно профессиональное обучение. Если для активного консультанта можно ограничиться обучением, которое имеем мы, которое есть на сайте, которое стандартное, то продавцы – это те люди, которые хотят услышать профессионалов. Сделайте подарок своим продавцам. Пригласите профессионального косметолога, пригласите профессионального визажиста, пригласите профессионального парикмахера, чтобы они провели обучение именно для ваших продавцов. И тогда продавцы вам будут очень благодарны, потому что для них нужно нечто другое, нечто большее. Они всегда больше знают про продукт и больше его используют. Ну и, конечно, больше общаются со своими клиентами. И задача руководителя структуры – научить работать с клиентской базой. Клиентская база, чтобы сделать 100 баллов, примерно 15-20 человек. Ну, это гроба, да? Всякое может быть. Может быть, 5 клиентов делать 100 баллов. Но здесь 200 баллов у нас взято как ориентир. Ну, может быть, у вас продавец, который 100 баллов делает. Итак, критерии эффективности у продавцов про распечатки. Смотрим размер средней закупки. Ну и задание. Какие системы обучения и мотивации вы можете организовать для продавцов? То есть тут же выполняем задание. И вот на слайде есть доход суперпродавцов. Я посчитала. Это хороший очень доход. И иногда очень интересно получается. В зале сидят продавцы и даже не знают, сколько они могут заработать. Ну, когда проводим обучение. Поэтому очень интересно. 200 баллов, если человек делает личного объема, у него 5000 рублей. При условии, что он все продает, да? Что себе ничего не оставляет. То есть это продавцы. А вот смотрите, 2000 баллов личного объема, 71 тысяча. Очень хороший доход, 71 тысяча. Можно просто продавать в компании Фоберлик. И нигде больше не работать. 71 тысяча в нашем городе. Это вообще замечательно. Поэтому если показывать расчеты и активным консультантам, и потребителям, некоторым, которые пошли с вами на контакт, то можно замотивировать на позицию продавцов в нашей компании. Девчонки, слайды будут все. Ну, и последняя целевая аудитория, которая, наше с вами будущее, наше с вами все, это, конечно же, ключевые партнеры. Это те люди, которые уже не только рекрутируют, не только имеют разные свои целевые группы и начинают конструировать свой кораблик, но они еще с нами становятся партнерами, они с нами организуют мероприятия, они с нами организуют флешмобы, они с нами в позиции организатора и в позиции партнера. И этих людей нужно, знаете, можно их увидеть, можно их почувствовать, можно после встречи предложить, сделать им бизнес-предложение. Давай мы с тобой разработаем план твоего развития на полгода. Через полгода у тебя будет структура директорская. И этот человек соглашается, значит, он готов с вами в партнерстве быть. А вы ему рассчитывайте, сколько у него должно приходить активных консультантов, чтобы через полгода у него стала директорская структура. Итак, тут появляется новый показатель. В распечатке смотрим 200 баллов группового объема. Тут появляется групповой объем. До этого в целевых группах не было этого показателя. И основная их функция – это организация мероприятий разных форм и разных направлений. Сначала он участвует с вами в организации мероприятия, потом он организует свои обучения, свои флешмобы, свои мастер-классы. Основные процессы для управления – это информирование, мотивация, обучение, рекрутинг. И тут появляется процесс, пятый – сопровождение до результата. Именно с лидерами ключевой процесс сопровождения до результата. Это берем за руку на тренинг совместного действия и ведем его до того момента, пока он не получил свой результат, какой он запланировал или какой вместе запланировали. Задача руководителя структуры – сформировать лидерскую позицию, делегировать полномочия, развивать организаторскую компетенцию. Формы работы, итоговые встречи и рейтинги. Если руководитель структуры делает рейтинги, это включается в процесс мотивации очень шикарный. Когда вы берете несколько лидеров, начинаете подсчитывать их по итогам периода по рейтингу и объявляете соревнования. Да еще если у вас подарки хорошие, их это очень сильно мотивирует. Вы знаете, они получают такой ориентир, куда двигаться, потому что они видят результаты друг друга. И они очень быстро растут. Формы работы и итоговые встречи. Формы обучения. Тренинг совместного действия. Инфициальное планирование бизнес-показателей на бизнес-встречи. И смотрим на критерии эффективности. Что у них должно прирастать? Это рост объема продаж структуры, рост количества человек в структур и формирование организационных умений. То есть может ли он уже сам без вас организовать какое-то мероприятие самостоятельно. И задания. Задания, если вы будете проводить, вот такое задание должны они выполнить у вас на обучении. Количество лидеров самостоятельно организующих мероприятий со своими консультантами. Посчитать размер объемной скидки ваших партнеров и количество человек в структуре ваших партнеров. Вообще один из критериев оценки эффективности руководителя, самый, кстати, один из важных, это увеличение качества, улучшение качества жизни людей в вашей структуре. Вот это один из главных критериев оценки нашей с вами работы. Сколько человек в структуре у вас стали жить лучше? Сколько человек в структуре у вас получили больший доход? Сколько человек в структуре смогли выехать за границу? Сколько человек в структуре перестали голодать? И так далее. И поэтому мы уже этот критерий вводим. Ну и вот здесь на этой табличке все целевые группы. Первый столбик. Второй столбик. Я проставила вопросы. То есть каждый директор у вас заполняет количество сейчас на данный момент. Потом, по каким показателям он это делает? Четвертый столбик. Какая у них функция у этой целевой группы? Давайте повторим. Новые консультанты самопределиться должны. Потребители должны потреблять как можно больше и как можно чаще. Активные консультанты должны рекрутировать. Продавцы продавать. И ключевые партнеры организовывать обучение и мероприятие. Сначала вместе с вами, а потом уже самостоятельно. Ну и процессы управления для нас с вами, для руководителей структуры. Для новых консультантов мы с вами управляем диагностикой. Для потребителей мы с вами должны организовать мотивацию и информирование. Для активных консультантов добавляется рекрутинг и обучение. Для продавцов информирование, мотивация и профессиональное обучение. Ну и в ключевых партнеров все пять основных процессов нашего бизнеса. Это информирование, мотивация, обучение, рекрутинг и сопровождение до результата. Если взять ладошку, то мизинчик, это информирование. Сейчас, чтобы запомнили вы. Потому что он очень маленький. Вроде как бы такое неважное, ну что информирование, информирование. Но от него очень много чего зависит. Безымянный палец, это у нас с вами мотивация, потому что она у нас с вами хромает. Видите, какой он слабенький, безымянный палец. Самый высокий на ладошке палец, это средний, это ключевой процесс. То есть это рекрутирование. Без рекрутирования не будет роста структуры. Обучение должно быть, это указательный палец, целенаправленно. Для рекрутеров одно обучение, для продавцов другое обучение, для лидеров третье обучение и так далее. И самый большой палец на ладошке, это у нас с вами сопровождение до результата. Почему? Он самый главный. Потому что только с помощью большого пальца можно схватить и держать. И вести за собой. Без большого пальца у нас не будет хватки. Поэтому пять основных процессов, которые мы с вами, как руководители структуры, должны организовать, а еще потом и управлять ими. Итак, информирование. Следующая колонка. Ну и обучение. Для какой целевой группы, какое обучение, единственное слово нет, стоит напротив потребителей. Ну и если все это вместе сложить, все это проанализировать и принять решение, вот сконструировать такой корабль, на котором мы далеко-далеко поедем. Не маленькую лодочку с одним информированием, да, а все пять процессов, большой корабль на круизе.